Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 41-й каст нашей каждодневной программы, которая называется «Завтра в Библии». И сегодня, 24 декабря, праздник Рождества начинается. И сегодня мы говорим еще об одном пророчестве, о том, когда было наречено имя Иисуса, и почему именно Мария, именно в тот день, когда ангел должен был возвестить Марии о том, что она забеременит и родит сына, именно как назвать его. И открылся именно Иосифу, именно Марии, именно в последний момент. То есть никогда об этом не знали, как его назвать. Это пророчество было написано в книге Исаии, пророчества Исаии, 1 глава, 49 глава, 1 стих. «Слушайте меня, острова, и, понимаете, народы дальние. Господь призвал меня из чрева от утробы матери моей, и назвал имя мое. И садил уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и садил меня стрелою, и застреленную в колчине своем хранил меня». И правильное место, которое мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, когда было открыто для Иосифа, например, имя Иисуса, то есть как он должен назвать своего сына. Это Евангелие от Матфея, 1 глава, ну, скажем, 20 стиха. Когда он помыслил это, то есть ситуация была такая, что он настолько любил Марию и Иосиф, что хотел отпустить ее, просто чтобы никто не знал, что она беременна, потому что она уже была беременна в тот момент. И когда он помыслил это, «Ангел Господь явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию женою твоей, ибо родившаяся в ней есть суть от Духа Святого. Родить же сына, и не речешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов своих». Но в оригинальном переводе, в оригинальном тексте греческом он говорит именно, что он спасет народ свой от грехов их. Это только еще раз подтверждает о том, что Иисус Бог, и Иисус избрал именно Израиль своим народом, и поэтому он спасает именно свой народ от грехов их. И то же самое мы читаем в Евангелии от Луки, когда родился Иисус. Мы знаем, что до этого было интересное очень пророчество, которое сбылось именно в тот момент с мудрецами Востока, когда ангел явился и им сказал эту знаменитую фразу, «Не бойтесь». И дальше уже во второй главе, 21 стих, «По прошествии семи дней, когда он облежал обрезать младенцам, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве». То есть мы помним, что ангел явился сначала Марии и сказал, как должен быть назван Спаситель, для того, чтобы она знала, каким именно именем его нужно назвать, и почему мы знаем, что слово Иисус – это греческая интерпретация имени Ешуа. И Ешуа – это корень слова «Ешуа» или «спасение», то есть фактически Ешуа, он есть Спаситель. И Христос, которым мы встречаем очень часто и в Ветхом Завете, хотя мы знаем, что книги Библии были переведены из греческого, а слово «машиах» или «помазанник» переводится на греческом «Христос», поэтому мы очень часто видим в пророчествах Иданиила и Исаии о том, что и Еремита, и Захари мы видим именно в этом слове «Христос», потому что в переводе с греческого языка это именно «помазанник». Так вот, в пророчествах, которые мы читаем вот в эти дни перед Рождеством, как раз и говорится о многом том, что было предсказано именно пророками за много-много сотен, а может быть даже тысяч лет до рождения Иисуса. И как эти пророчества, в общем, практически воплотились в Новом Завете. И сейчас вот очень много муссируется эта тема, почему именно Рождество, почему именно 25 декабря, почему именно вот в эти дни. Мы говорим не о дате рождения Иисуса Христа, а о факте рождения Иисуса Христа. Мы говорим о факте рождения Спасителя, как это было обещано Богом через пророков, начиная с Моисея, как это было задумано Богом в его плане искупления людей от греха, который совершили Адам и Ева. И мы празднуем на самом деле Рождество фактически каждый день, потому что Рождество – это факт, это факт того, что Господь обещал народу своему, и то, что Он воплотил во Иисусе Христе. И мы с вами как раз приходим к такому дню, когда просто вся церковь решила, что это будет день, когда будет праздноваться именно рождение Спасителя. Первые церкви, об этом будем говорить завтра, на нашей передаче, которая называется «Беседы о Библии». Я пригласил своего коллегу, соученика, который со мной учится вместе в Богословском колледже, в Мессианском колледже. И мы будем завтра говорить о Рождестве, потому что наши взгляды на эту тему не совпадают, хотя они имеют место быть, и очень будет завтра, я думаю, интересная дискуссия. Так вот, мы фактически можем праздновать Рождество каждый день. Для этого не обязательно праздновать его на 25 декабря, или как празднует Православная Церковь 7 января. Мы можем праздновать его каждый день, потому что в отличие от факта Рождества, факта воскресения, мы знаем, когда он свершился, то есть мы знаем точный день, когда он произошел. К сожалению, Церковь празднует его по-другому совершенно календарю, поэтому иногда даже получается абсурдно. Мы празднуем праздник Воскресения Господня еще за неделю, а то и за две, за то, как он был распят. Ну, это уже на самом деле мелочи, то есть так же, как факт того, что человек рожден, вернее, Бог рожден воплоти человеком, и факт того, что человек был распят, и был воскресен Богом, и явился воплоти своим ученикам, это факт, который мы можем праздновать каждый день, потому что в этом есть пророчество, в этом есть обетование вечной жизни, в этом есть обетование спасения, и это обетование было исполнено Иисусом от начала до конца во время его земного служения. И сегодня все, кто празднует Рождество, я хочу, чтобы вы задумались именно над тем, празднуем ли мы день прихода Санта-Клауса с подарками, или мы все-таки празднуем день рождения Спасителя, вместе с Ним день рождения нашей вечной жизни. И я хочу, чтобы Господь коснулся ваших сердец, коснулся ваших семей, и сделал на вас всю свою благодать, всю свою доброту и всю свою любовь, и издевал ее каждый день. И я прошу, чтобы Господь был с вами, был всегда с вами, никогда не оставлял вас ни на одну минуту, даже в мыслях ваших, потому что на самом деле Он всегда с нами. И если мы мыслим, что Он всегда с нами, то мы всегда находимся под очень-очень мощной защитой. И это проявляется в том, как раз, что Бог настолько возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Будьте благословенны во имя Иисуса. И встретимся с вами завтра на завтраке с Библией, а потом на беседах о Библии, в которые будет принять участие мой друг Марк Хавин. Всего доброго, будьте благословенны, пока. Субтитры сделал DimaTorzok